70 лет назад в Ненинском округе появилось предприятие, без которого сегодня сложно представить нашу жизнь. Наринмарский авиаотряд стал незаменимым звеном, связывающим самые труднодоступные и удаленные населенные пункты со столицы региона. В отсутствие дорог авиапредприятие выполняет не только перевозку пассажиров и грузов на регулярных рейсах, но и выполняет санитарные и поисково-спасательные рейсы, полеты на месторождения региона. Сегодня за плечами авиаотряда 70 лет становления и развития, а впереди светлое будущее. Об этом в словах поздравлений говорили гости праздника в адрес юбиляров, тех, чей ежедневный труд обеспечивает региону стабильное и безопасное воздушное сообщение. Лучшие сотрудники авиапредприятия в юбилейный вечер удостоились различных наград. Нагрудным знаком почетного работника транспорта Российской Федерации наградили Александра Шарапова, опытного бортового механика-инструктора. Судьба Александра Ивановича неразрывно связана с авиацией. Сначала была детская мечта, затем учеба в Выборгском летном училище. В феврале 1979 года молодым техникам вертолета Ми-8 Александр Шарапов пришел в авиаотряд. Присущий человеку с настоящей мужской профессией о деле своей жизни говорит скромно и лаконично. «Призвание. С этого все началось. И не расстаемся». Сегодня Александр Иванович не просто отвечает за техническое состояние вертолета Ми-8, но и передает знания и опыт молодым сотрудникам авиапредприятия. Уже более полугода в коллективе работает Александр Ильюшкин, выпускник Омского летного училища. Решение связать свою жизнь с малой авиацией пришло, как ни странно, в небе. «Мне нравится летать». «А когда вы это поняли? Когда вы захотели летать?» «После армии, когда служил в войсках в поездушных десантах, конечно. После прыжков мне захотелось летать». По словам Александра, каждый раз, поднимаясь в небо, бортовой механик, как и все члены экипажа, ощущает свою ответственность за людей, которые сидят в салоне вертолета. Впрочем, чувством ответственности обладает каждый, кто работает в авиаотряде. Здесь без преувеличения не бывает случайных людей. От работы каждого сотрудника зависит стабильное и безопасное воздушное сообщение. «Коллектив у нас хороший. Ребята все на подбор, как говорится. Общий язык везде находим, все решаем. Самое главное. И работа в экипаже от этого зависит». Но 70-летнее существование авиаотряда было бы невозможно без его ветеранов, которые вписали свои имена в историю предприятия. Среди них и Георгий Попов. Последние 10 лет Георгий Иванович работал начальником аэродромной службы. «Моя обязанность входила в подготовку летного поля к полетам. Как большой авиации, так и малой авиации. Для англо, для вертолетов. Полностью оборудование полос, маркировка, покраска. Ну и содержание. Содержание, конечно, здесь на севере очень сложно. Почему? Потому что вы сами знаете, что бывает и морозы по 30, и вдруг 3 градуса тепла. А в таких условиях полоса может обледенеть. Буквально за ночь может прийти в негодность. Вот задача наша стояла, чтобы постоянно была готова полоса к полетам. Для этого мы работали и ночью, и днем. То есть тогда, когда нужно». «А сейчас следите за развитием предприятия?» «Обязательно, обязательно. Не потерял. Я сейчас на пенсии уже, но связь с предприятием не потерял. Постоянно в курсе событий. Что, как развивается отряд». А авиапредприятие действительно развивается. За 70-летнюю историю было немало проблем. В кризисные 90-е на горизонте замаячила тень банкротства. Но грамотные управленческие решения спасли авиаотряд. Начиная с 2000-х годов начали расти пассажирские грузоперевозки. Сегодня авиаотряд потихоньку пополняет парк воздушных судов и с уверенностью смотрит в будущее. «Сегодня мы первые в России выполняем коммерческие воздушные перевозки на самолете ТВС. Но этого бы всего не было, если бы не было вас здесь сидящих. Если бы не ваш коробокливый, порой незаметный труд, не было бы нашего предприятия. Самое главное, чтобы мы не успокаивались на том, что достигнуто. Самое главное, чтобы мы строили планы на будущее, и тогда предприятие будет жить». Символично, что в день празднования юбилея авиаотряда в Наринмар прилетел многоцелевой вертолёт Ми-8 МТВ-1, изготовленный на Казанском вертолётном заводе. Он стал первым новым вертолётом, поступившим в авиационное предприятие с 1991 года. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.